Всем привет! Вы на канале Мурмяу, и сегодня мы продолжаем играть в нашу замечательную игру. У нас сегодня продолжение второй главы, так что поехали скорее зарабатывать наши звездочки и улучшать, развивать наше комьюнити. Так, в прошлой серии мы там настроили хороший дом такой, знаете, кухоньку сделали неплохую. Сегодня, я думаю, мы будем продолжать делать кухню, доделывать там и, может быть, даже успеем на гостиную. Посмотрим. Так, конечно, чистим столовую. Нам этот бардак не нужен. С возвращением, Джастин. Да твой папа? Ты заметила? Да, это он. Правда, нос еще не закончен. Не знала, что ты такой творческий человек. Мне бы как раз пригодился такой человек, чтобы помочь определиться с выбором нового ковра для столовой. Значит, нам сейчас этот Джастин миленький будет помогать выбирать новый ковер для столовой. Ух ты, бонус уровень. Конечно, пробуем. Собираем эти монетки. Очень даже пригодятся. Они нас очень хорошо будут выручать в будущем, когда мы не сможем пройти уровень. И дополнительно, вроде бы как, за 900 монет можно будет как раз-таки пройти этот уровень. Может, даже эти монеты где-то пригодятся для улучшения нашего жилища. Так, уже, смотрите, приличненько так собрано. 400 с лишним монет. Это очень хороший результат, я считаю. Конечно, можно было бы и больше, если бы побольше выпадало всяких ТНТ-шек. Ну, 500 монет это тоже очень хорошо. Давайте, запускайте. Пищевой набор попробуем. Тут, получается, кофеварки всякие. Пусть стоят. Это нам тоже пригодится для готовки. Все обсматривает, ему так все нравится. Я, конечно, не шеф-повар, но надеюсь, что новые приспособления пригодятся. Ты шутишь? Они невероятны. Тут и устройство для переноски одной рукой, и полностью ручной черпах, и супер-измельчитель. Ага, я вообще без понятия, что это все значит. Наверное, ты их знаешь под именами лопатка, венчик и поварешка. У меня не было таких раз чудесных приспособлений со временем работы в ресторане. С таким-то инвентарем приготовить ужин будет проще паренной репы. Так, нам остается сделать ковер, и потом, наверное, будем переходить к самому ужину. Я думаю, Хорфе приготовить какой-то такой необычный ужин порадует нас, потому что мы очень стараемся для него, для его семьи. Смотрите, как это быстро произошло. Конечно же, выбираем новый коврик для гостиной, для столовой. Ой, не-не-не, голубенький, давайте. Он более-менее нормальный. Ковры я не особо люблю, но из этого всего выберем голубой. Прекрасный выбор. Не знала, что ты так хорошо разбираешься в дизайне интерьера, Джастин. А, ну на уровне рульбителя. Когда есть эксперт, с которым можно посоветоваться, это всегда хорошо. Может, у тебя появится идея насчет новых растений, стульев и стола? Я думаю, он нам дальше поможет как раз-таки выбрать стол и какое-то растение. Ух ты, смотрите, ТНТ-шка за ТНТ-шкой выпадает. Это прям классно. Но иногда я вам скажу, они, бывает, неуместно выпадают. Конечно, лучше бы они выпали в другом месте или в другое время. И хочется сделать хорошую комбинацию, а они где-то в углу стоят и, ну, никак не подвинуть. Все, вертолетики спасли нашу ситуацию. Это класс. Так, делаем новый обедный стол. Ага, смотрите. Наверное, возьмем вот этот вот второй. Смелый выбор, Мурмяу. Хорке будет в восторге. Джастин, скажи, а к вам часто приходят в гости на ужин или на обед? Нет, редко. Разве что Тайлер часто приходит, но в основном, чтобы тушить пожары. А, значит, если я снова захочу с ним увидеться, надо что-нибудь поджечь? Эм, чего? Ой, это так, в мысли, в слух. Не обращай внимания. Да, действительно, не обращай внимания. Так, запускаем новое растение в наше жилище. Потому что тут такое унылое жилище. Будем чем-то озеленять его. На улице тоже там не камильфо, а дни бурьяны. И намешано болото получается. А мы будем озеленять это всё. Ух ты. Смотрите, что-то нам предложение выпало. Конечно, собираем всё, что тут бесплатное, возможное. ТНТшку забираем. А вот дальше нас не пускают. Надо будет всё это за деньги. Значит, ставим новое комнатное растение. Знаешь, зелень хорошо смотрится не только на тарелке. Готов поспорить. Тот осьминог такого же мнения о морепродуктах. О, смотрите. Кактус. Пальмочки всякие. Думаю, такая будет классно. Отчасти я ожидала, что этот осьминог сбежит из горшка. Я тоже не исключала такого, когда увидела его. Пора начинать этот ужин. Сделаем это. Ага, нам теперь надо звёздочку для обеда собрать. То есть, без нашей звёздочки обед не начнётся? Или ужин, или обед. Что там? Сейчас точно мы как раз таки посмотрим. Так. Тут сильно много тюльпанчиков. Хочется какую-то комбинацию с этим кристаллом составить. О, смотрите. Как раз вертолётик туда подспел. Ну, я вам скажу, не особо много он такие убрал. Можно было бы и намного больше. Наверное, лучше с кристаллом запускать не вертолётики, а... Ну, или динамит, или вот эти вот стрелочки. Потому что туда больше убирают, чем просто вертолётики. Всё-таки запускаем мы обед. Пора уже обедать, а не ужинать. А я уже о ужине думаю. Что он там такого вкусного куха варит? Ммм, суперспеция его. Корхе, пахнет восхитительно. Это мой секретный негридиент. Древний мох, который растёт на высочайших гималайских горах раз в 60 лет. Ого, серьёзно? Нет, это просто особая смесь трав и специй. Я бы тебе рассказал. Но, как я говорил, это секрет. Это высший класс. Мне уже не терпится попробовать. Конечно, голодный. Смотрите, сколько уже времени прошло. Ух ты. Накрыл стол. Так накрыл. Неплохо. Пейдж оценила. Умей я готовить так же? Я бы захотела поделиться этим со всем миром. Так, запускаем вдохновение Пейдж, чтобы она имела возможность поделиться со всем миром этим замечательным обедом Хорхе. Всё-таки, как-никак, он у нас шеф-повар. Мастер-шеф. И, я думаю, это всё-таки довольно-таки вкусно выходит. Могли бы уже и рецептиком поделиться. Может быть, мы даже и приготовили. А почему бы и нет? Так, ну, запускаем. Я проявляю благодарность через еду. Пейдж, вот бы я мог оплатить за твою доброту и как-то ещё. Кстати, об этом. Не хотел бы ты побыть поваром на благотворительной акции? Поваром? Готовить у всех на глазах? Не надо подумать. Что такое, пап? Эм, я, конечно, польщён, но кто захочет смотреть, как я готовлю? Может, лучше выложить эту идею в интернет, чтобы посмотреть, интересно ли местным такое. Так, конечно же, записи о кулинарном блоге. Будем сейчас выкладывать это всё в интернет. И посмотрим, интересуются ли местные таким. Пейдж, конечно, такие, знаете, грандиозные идеи готовить для местных на каком-то благотворительном концерте. Может быть, это и к лучшему. Тогда бы нашего Хорхе узнали больше людей. И его бы когда-то в будущем, может, даже бы пригласили не просто продавать на площади цветы, а в каком-то шикарном, крутом ресторане. Так, остаётся совсем немножко. И это всё снизу. Неудобненько, неудобненько. Всё, отлично. Последний цветок удалили отсюда. Ага, получается, тут ещё надо было одна звёздочка. Не досмотрели мы немножко. Ну, не проблема, сейчас мы и вторую заработаем. Смотрите, уже пошло не просто по одной звёздочке выполнять задание, а уже они требуют по две. Но при этом за одно задание они дают нам всего лишь одну звезду. Где справедливость? Справедливость. Это несправедливо. Пейдж, я буду жаловаться. Как для нашей Мурмял не сделать скидки, а? В принципе, заработали мы нашу вторую звёздочку. Делаем записи. Ого, смотрите, сколько лайков, комментариев набирает. Ребятки, также давайте под нашим видео оставляйте лайки, комментарии, если вам очень нравится. А я буду для вас дальше стараться. У тебя куча лайков, я бы сказала, местные в этом заинтересованы. И не понравилось только Шторму Балдуину. Кажется, это старый друг твоего папы? Да как, Шторм смеет сомневаться в моих способностях. Ты прав, Джасин. Кто знает, может кулинарное событие это как раз то, что нужно, чтобы вернуть мой былой настрой. Пап, так значит ты поучаствуешь в нём? Верно, сынок. Они с ума сойдут, когда попробуют, что я для них приготовил. Всё, потоптался он на столе ногами. Ужин или обед даже прошёл. У нас уровень счастья в городе повышен аж на 7%. Это очень хорошо. А тут какой-то звоночек, Пейдж. Хорошие новости, Пейдж. Я договорился о квартире для тебя. Я отправил тебе сообщение с адресом удачи. Удачи? Что это значит? Алло. Что ж, думаю будет интересно. Давайте посмотрим нашу новую квартирку. Пейдж довольна? Ух ты. А ничего, такая квартирка. И ремонтировать не надо. Ах, это же новый комьюнити менеджер золотых высот. Пейдж, кажется. Да, это я. Директор сказал, что для меня тут есть квартирка. Верно. Я Грейс, домовладелец. Или домовладелица. Если угодно. Мне принадлежит весь этот блок. Ого, это место роскошное. Не могу поверить. Что ж буду жить здесь? О, это моя квартира. Вы будете жить по соседству. По соседству? Ого. Ну как, что скажете? Это нечто. А вы увлекаетесь музыкой, да? Здесь жила группа музыкантов, шумная компания. Воспринимаете эту квартирку, как золотые высоты, полные нераскрытого потенциала. Я уже видела, как много вы сделали для сообщества. С этой квартирой у вас проблем не возникнет. Спасибо, я буду стараться. Ох, пана, смотрите. Получается, нам дали такую вот развалюху. Очень быстро мы помечтали о том шикарном виде. Ну, немножко поубирав, я вам скажу, тут даже таки светло. Это место выглядит все лучше и лучше. Не терпится взглянуть, как с твоей помощью преобразятся остальные комнаты. Она, получается, хочет за наш счет сделать эту квартиру лакшери? Давайте купим себе, наверное, более-менее нормальную кровать, которую мы себе пока можем позволить. У вас получилась дорогая. Эта кровать воплощение удобства и стиля. А какая просторная. Когда занимаешься обновлением целого города, без хорошего сна не обойтись. Забудьте об усталости. Новая кровать подарит вам сладкие сны. А может и кое-что еще. Да, ну, хоть кровать уже есть, это уже плюс. Эй, ты! Опять чужое имущество портишь? Вандал? Зачем? Во-первых, меня зовут Энс, а во-вторых, я не вандал, я художник. В искусстве главное смотреть под правильным углом. Я думала, что ты то поймешь, Пейдж. Видимо, у меня теперь появилась очень симпатичная головная боль. Хотя он и правда талантливый. Потом от моего мурмял, пора уже отдыхать. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Про колокольчик не забываем. Всем до встречи, всем пока. С вами была ваша Мурмял.